Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небес. В этой жизни сегодня у нас будет топ тяжелых танков. Значит, честно говоря, тут вроде как все выписал, что только можно было выписать. Все плюсы, все минусы. Так что давайте начинать. Так, начинать мы будем с одних из самых худших танков. И эти танки у нас составляют небольшое количество. Значит, первый это КПЗ ЛПФВ-Б2-740Ф. Значит, худший показатель пробития. 530 всего лишь. Следующий танк с худшим показателем по броне это Т-35А. Всего лишь 566. Следующий танк худший по прочности. Такой танк как П-2640 составляет всего лишь 1780 прочности. Худший показатель по прочности, да. Дальше танк, который является одним из таких... Был из примеров худших, но потом его опередили другие лузеры. Это танк М6А2Е1. Составляет маскировка всего лишь 30. Такая же маскировка у Мауса. Вот так вот. Так, еще есть два минуса у нас. Это АРЛ-44. Составляет худший показатель точности всего лишь 85. И КВ-2. Тоже худший показатель точности... Ой, 65. 65. То есть, всего 65, да. У АРЛ-65 и у КВ-2 65. Дальше. Танки, которые являются хорошими, но также имеют минусы. Так, начнем с самого начала. Это танк, который имеет один из лучших... Ключевое слово один из лучших, не лучший. Один из лучших показателей прочности. Это 2700. И худший параметр по огневой мощи. Это 2262 огневой мощи. Это просто ужас. Я не знаю, как можно было опустить данный танк, но... Ладно. Следующий танк, который также имеет минусы. Это Маус. Он имеет лучший показатель по прочности. На 8 очков больше, чем у ФЦМ-F1. 2708. Так. Также имеет лучший показатель по броне. Это 968 очков брони. Следующий. Чисто с плюсами. Значит, первые танки с плюсом, который составляет всего лишь плюс 1. Давайте сразу перечислим несколько. Такие как ИС-3, имеющий 890 миллиметров брони. Один из лучших показателей. Т29Е3, тоже 891 миллиметр брони. Ну, не миллиметр, а показатель брони. И Т32, 896. Это три танка, имеющие одни из лучших показателей брони. То есть я, поскольку это тяжелый танк, я вот на них, это самое, свое внимание акцентирую. Следующие. Также одни из лучших. Не буду называть лучшими, потому что лучший танк здесь вообще, он слишком хардкорный, чтобы его там с чем-то сравнивать. Один из лучших показателей по точности, 130 точности. Это Центурион МК-3. Лучший показатель по маскировке. 65, это у АМХ-50. Так, ну и самый лучший танк среди всех тяжелых, это Леклерк. Имеет просто бомбические параметры. Огневая мощь 1912. Потом лучший показатель пробоя 906. Так, показатель брони здесь не тот. Так, здесь вот точность. 150 точности. Где вы такое видели вообще? Я нигде среди тяжелых танков. Это просто мощь. Уклонение 140. У меня вопрос. Это точно тяжелый танк? Или это легкий танк? Также разведка 100. Разведка 100. Здесь я вижу 75 показателей разведки. 60 показателей разведки. 75. 40 и худший. Ну, вы там видели, вроде как составлял 40. Самый худший 40, самый лучший 75. А тут 100. Думаете, он пожертвовал маскировкой? Нифига. 60 маскировки. Поэтому, ребят, Леклерк, как по мне, является лучшим танком по базовым показателям без каких-либо дополнительных прокачек на 60 уровне. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok